доброго времени суток сегодня рассмотрим так называемую пару это пара боеприпасов в фланцевом и без фланцевом исполнении вот без фланцевого исполнения она появилась 1 семнадцатом году это 7 на 64 бренеки моем варианте видите как без капсуля и затовлен шведской фирмой но норма здесь просто 7 на 64 вот патрон сам по себе интересный в какой-то степени сделано он на обжатой гильзе 9 и 3 на 62 это не она вот 9 и 361 это она в свою очередь на маузеровской 792 на 57 вот почему откуда она у меня в руках и взялась то есть переобжали 9 и 3 на 62 видите конусность увеличили корпуса чуть-чуть но естественно же на чуть-чуть длиннее немножко получилось значит сделано это как вы помните наверное или знаете в начале в конце в начале двадцатого века было популярно сверху сверх высокоскоростные патроны 7 миллимиллиметровом примерно калибре и 6 с половиной ну таких относительно небольших частности 280 роз нашумевшие ну и так далее значит но этот боеприпас у нас не настолько высокоскоростной это вот его как бы ну на самом деле он был сделан на гильзе 8 на 64 бренеки но у меня ее нет и а 8 на 64 бренеки было сделано на вот этом 9 и 2 на 6 9 и 3 на 62 так что вот такая вот история но интересно что вот фланцевая версия она появилась в двадцатом году но она была сделана на основе другой гильзы 9 и 3 на 74 мы ее тоже рассматривали фланцевая вот если видите корпус и я покажу сейчас фланец не идентичны даже от проточка как не смешно то есть казалось бы на базе разных гильз я только когда это сверял понял что оказывается и 9 3 на 74 у них корпуса видите диаметры корпусов тоже не на ровном месте соответственно но в смысле что корпуса у них по-видимому тоже одинаково вот так что вот такая вот интересное наблюдение патрон самое интересное патрон на предполагался и проходил испытание вот это без фланцевая версия в качестве снайперского для вермахта ну и показал хорошие результаты неплохую там дальность пробивную там все что надо показал результаты хорошие более того казалось бы винтовки под него достаточно несложно делать потому что вот заводской к ну не то что достаточно несложно но просто перестволить надо видите вот стандартный патрон то есть затворная группа все как бы немножко стандартная вот диаметр это напомним общевойсковой немецкий патрон на тот момент ведь совпадает что значительно облегчило производство этих снайперских винтовок но отказались ввиду чего ведут проблем с логистикой если можно так выразиться то есть для снайперов надо отдельно патроны доставлять а это всегда проблема но по крайней мере прошу прощения в регулярных войсках не для спецподразделений вот и второй момент что снайпера можно мгновенно рассекретить при попадании в плен если такой снайпер мог снять прицел со своего карабина и в принципе уже под обычного солдата скажем так закосить особенно если он идет на задание наверняка там есть какие-то ну вот правило там не брать документы или документы из солдатский или какое-то другое но в общем из соображений демаскировки снайпера в смысле его вычисления что он снайпер так как у него карабин под другие патроны тут уже никак не это самое и из-за логистика по крайней мере вот такое озвучивается так что патрон мог еще и послужить немцам военной сфере но не послужил но вместо этого стал очень популярным охотничьим боеприпасом в европе он очень популярны хорошая траектория энергетика позволяет брать животных порядка до 500 килограмм вроде ну как охотники пишут там с разными пулями особенно известны пули бренеки они относительно других были в свое время прогрессивными эффективными и до сих пор бренеки продолжает это там традицию пули сложных конструкций дорогих и сложных конструкций но эффективных эффективно позволяющих трансформировать энергию даже при небольших калибрах в восстанавливающие действия восстанавливающего в бой на и так далее значит что у него начальной скорости 765 915 метров в секунду при массах пуль от 9 до 11 с половиной грамм у меня к сожалению 7 миллиметровых пуль нет чтобы вам показать вот значит что еще энергию энергетика где-то от 300 до 400 килоджоулей примерно что еще вроде бы как на нем впервые были опробованы пули тих итог торпеда идеал гешос и торпеда оптимал гешос ну это то что я рассказывал о пулях или не на нем ну к нему они тоже применялись в нем тоже встречи и еще один такой интересный момент среди коммерческих боеприпасов это один ну наверное единственный случай когда американцы производят этот патрон для европейского рынка обычно я других примеров не знаю обычно наоборот европейцы на американский рынок производят там любые разные боеприпасы потому что рынок сумасшедшие большой объемное оружие разрешено в сша и его очень много гражданского населения и весьма либеральное если можно так выразиться законодательство по этому поводу то есть как спорт товара во многих штатах можно приобрести оружие однистрельное в европе конечно такого нет многие предприятия для сша для рынка сша выпускают боеприпасы а это случай наоборот то есть настолько и он популярен в европе что даже американцы часть этого рынка видимо как-то а может как-то звезды в ряд стали не знаю но это касается именно вот этого без фланцевой версии фланцевая версия создана было понятно для комбинированного оружия ввиду популярности как бы резко выросший он действительно когда появился этот патрон у него настолько были хорошие характеристики что он как бы довольно таки быстро приобрел популярность и опять же я жарю на волне увлечения 7 миллиметровыми калибрами он собственно говоря скорее всего и возник вот так что такой вот бреннеки да а фланцевая его версия называется уже 7 на 65 р бреннеки это уже немецкого производства вот гека она действительно чуть-чуть длиннее чуть чуть длиннее вот если мы поставим видим да не знаю для чего это сделано дни она чисто в дурцы как видите от корпуса линия ската на одном уровне линия начала дульца тоже откат все одинаково единство чуть-чуть на миллиметр там буквально собственно говоря на тот же самый длиннее дульца может чтоб лучше фиксировать пулю зачем это в комбинированном оружии не знаю может кто-то подскажет в комментариях ну а на этом все про данную пару всем удачи и обязательно соблюдайте правила техники безопасности